Я хочу вам сказать, кстати, что я очень раньше была застенчива. Вообще не раскрывала рта присутствия более чем трёх человек, и то на своей кухне, сантиметровой. Только когда наступили эти военные времена, я поняла, что застенчивость это рост, что это бывает. Это можно и в мирное время так капризничать, и говорить, что я не могу, я стесняюсь, я не знаю, что сказать. Вот когда так пугаешься за то, что может быть, если в это не вмешаться, если не постараться что-то сделать, что уже ни до чего, ни до застенчивости, ни до каких-то мыслей о том, что ты исполняешь свой долг. Какой долг? Просто это невозможно по-другому. Страшно очень. Так что в этом есть даже какой-то эгоизм. Я не могла бы жить в той реальности, которая хотела наступить. Вернее, человек может жить в любой реальности, но я не хотела жить в такой реальности. Мне вот на самом деле буквально не хотелось бы жить в такой реальности. Так же, как мне не хотелось в 96-м году, в конце 96-го года, когда мы с Катьяной Глубной узнали, что собираются вводить секс-просвет в школы. Вот я когда увидела эти экспериментальные программы, мне их доверчиво вручил пресс-секретарь Министерство просвещения. Тогда она называлась еще Министерством просвещения, а не образования. Он думал, что пришел свой человек, и вообще какие могут быть возражения. Мы, наконец, хоть чуть-чуть приближаемся к стабилизованному миру. Так что я даже не понимал, что я пришла к нему для того, чтобы, проникнув в Аграрский стад, увидеть секретные документы вражда. Ему это в голову не пришло, он не все дал. Вот с 1 по 11 класс программа, тороплила, переведенная с Доланского и с Андрейского. Я хорошо помню, как я вышла из этого министерства, оно когда было на чистых прудах, сейчас оно, по-моему, не только на чистых прудах, но и в другом месте, а тогда оно было только на чистых прудах. А конец 1996 года, вот такое же предновогоднее время. Тогда, правда, еще не ставили елки так рано, не девальвировали этот детский праздник раненими иллюминациями, как сейчас. И вот я хорошо помню. Да, это были какие-то 20 числа. Было 10 дней до Нового года. Рядом был чистокрудный бульвар. Все было занесено снегом, особенно скамейки. А до метро было 50 метров. Можно было дойти бы до метро, и там сел на скамейку метро, в тепле, раскрыть эти программы, которые он мне вручил. У меня не хватило терпения пройти 50 метров. Я помню, как я села прямо в сугроб на деревянной лавке на чистокрудном бульваре, раскрыла, а это был еще день, часа два было еще светло. Я раскрыла, но угад. И у меня реально потемнело в глазах. Вот обычно это говорят в переносном смысле, потемнело в глазах, у меня реально потемнело в глазах. Я помню только, что это была программа по сексуальному присвящению для первого класса. И что страница, которую я открыла, это было начало главы, а глава называлась «Виды половых актов». И тогда я уже поняла, что это никакой не подвиг этому противостоять, а просто в этом нельзя жить. Понимаете, это не подвиг. Это что-то другое. Это обычная реакция обывательская вообще-то. Вы просто человека, который, может быть, чуть больше других, понимал, насколько это разрушительно не только для нравственности детей, но и для их психики. Вот и все. А потом, когда мы стали писать статьи на эту тему, то нас стали пугать. Мне звонили по телефону, какие-то чужие голоса и угрожали. И один раз я испугалась грешным делом. Сказала Татьяне Львовне, а что, если нас убьют? Татьяна Львовна, которая очень тревожный человек по натуре, она настоящая женщина, она боится любой ерунды. Она помолчала чуть-чуть по телефону, а потом сказала, «Ты знаешь, если мы допустим, чтобы это произошло, самим жить не захочется. Поэтому, что болят смерти?» Мы не ходили еще в церковь, мы только на пороге были церковной жизни. Вот она так сказала. Я подумала, «А действительно, как жить в реальности, где раскрывают детей прямо в школе?» В этой реальности действительно не хочется жить, опять же, буквально, спустя слово. Мы часто метафорически говорим, «Ой, какая тоска, жить не хочется». Буквально не хочется жить в этом. Так же, как не хочется жить там, где могут чужие люди вторгнуться в любую семью. А семья – это последняя территория свободы, которая остается на человеку. Вот на эту территорию, которую мы считаем территорией свободы, если попустить ювенальную инвестицию, может войти какая-то чужая тетка из органов опеки, открыть твой холодильник, открыть лицной шкаф, посмотреть, во что ты одеваешь детей, чем ты их пормишь, проверить, вовремя ли сделать ремонт, обмерить метраж и разделить на количество людей в семье и сказать, что недостаточный метраж мало приходится на человека, должно быть больше по закону, поэтому надо изъять детей. Хочется ли жить в такой реальности? Поэтому я вам хочу сказать, что не надо обладать не то что героизмом, а просто каким-то мужеством даже для того, чтобы хотеть этого противостоять. В такой реальности не хочется жить. и не хочется в зеркало смотреть, потому что стыдно, если ты ничего не делаешь, если ты не защищаешь детей, не пытаешься их защитить. А уж что будет, то будет как Бог даст. Просто я как-то чувствую, не только понимаю, а чувствую каждой клеткой своей, что не будет Господь содействовать тому, кто не действует. Ведь это сове действие. Или наоборот, если ты не содействуешь Богу, зачем ему действовать? Ради кого? Ради тебя, бездельника равнодушного, который еще смеет, говорит, что это смирение, что надо смиряться. Да, конечно, надо смиряться перед ударами судьбы, перед слабостями, немощами своих близких. Да, надо смиряться, безусловно. Но как смеет православный человек смиряться перед злом? Особенно злом, направленным на слабых, на детей. Как он смеет, когда называется воином престолом? Называется воином престолом. Если он не хочет воевать, и даже считает, что это не душеполезно, что это, дескать, гордыня. Наоборот, мне кажется, какая-то неулемная гордыня считает, что твоя молитва так сильна, как будто ты монах-оршебник. И ты одной своей молитвы можешь противостоять злу. Вот это гордыня. Поэтому, мне кажется, что очень нехорошо свою трусость или свое равнодушие прикрывать смирение. Это никакое не смирение, это трусость и равнодушие. А смирение это домовая зависть. если мы православные люди не будем показывать пример того, то на кого нам тогда обижаться? Это что-то принято так говорить, что у нас православная страна, мы с вами знаем, что у нас страна, к сожалению, очень далека от православия. Куда бы я ни приезжал, я всегда спрашиваю местного священника, сколько людей в храме по воскресеньям. И вы знаете, я обычно сопоставляю это с численностью населения в городе или в поселке или в городке всегда один и один процесс от одного до полутора. Это не называется православная страна. Но если мы не будем показывать пример не то, что подвижности, но просто какого-то более-менее нормального человеческого поведения, то чего мы требуем от других? Разве так дались надежды, что наше малое стадо бы чуть-чуть увеличится? Что привлекательного в таком стаде равнодушных людей, которые еще кичатся тем, что они в церковь ходят в воскресенье? Так, что за этим все позволено? Нет? Это непривлекательно. Кстати, знаете, еще не надо верить тем людям, которые говорят, что один в школе не воин, что ничего нельзя изменить. Это бесовские наветы. Я хорошо помню, когда мы убедились в том, что это не вред одной из женщин, пришедших на консультацию с ребенком. мы услышали о том, что в школу водится секс-просвет от матери маленького пациента. Она привела нас на консультацию, а когда консультация кончилась, она сказала, ну, вы уже подписались под письмом против сексуального просвещения в школах. Я подумала, что у нее что-то не в порядке с головой. У нее мальчик был очень больной. Я тогда, когда это услышала, я помню, я подумала, что это у него, наверное, наследственное неблагополучие. И говорю, что вы говорите? Она говорит, а я прихожаю от Дмитрия Смирнова, мы вчера подписывали письмо против сексуального просвещения. И вот тогда я на следующее утро первым делом поехала в это самое министерство. И там-то я от улыбающегося розового усатого человека, очень довольного жизни, который назывался пресс-секретарь получила вот всю эту документацию, которую он по наивности мне вручил. Причем я хорошо помню, что тогда это был какой-то десятый экземпляр машинки. Это нам кажется, что компьютеры, принцеры интернета были от века. Совсем недавно их не было в помине, они были очень редких людей. Вот в министерстве не было, в министерстве на машинке печатали вот такие вот толстерные программы, напичканные мерзостью. И называлось это «Половое воспитание российских школьников». Ну вот я, придя в ужас от всего этого, поехала к одному крупному политику. У меня был такой друг юности, который в то время стал крупным политиком. Я помню, как я приехала к нему в пригороде Москвы, у него, тогда уже был особняк. И вот я прихожу, он только что вышел из душа, красивым, дорогой банк-халате, он сидел в качалке у камина, подбрасывал полеги в этот камин, и, не глядя на меня, говорил примерно следующий. Вы две дуры, вы две идиотки. Ты что, думаешь, что это частная ошибка Министерства просвещения? Ты ошибаешься, милая. Как он со мной разговаривал, Кабарский. За этим стоит Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк и лично Чубайс. Это столбовая дорога нашей политики, которая связана с обязательством перед Каевской конференцией по народу населению сокращать население в своей стране. Поэтому мы теперь уже должны понимать, что когда решили детям с первого до одиннадцатого класса рассказывать про это, а дети очень точно в детском языке это бывает, когда они уходят в кустырь, в детском саду, а потом говорят, вы друг глупости пока собираетесь. Вот эти глупости собирались преподавать всякие солидные люди, учителя. В России учитель это был вообще пророк, это был самый уважаемый человек. И вот учитель готов был так пасть низко, пасть до растлителя, до состояния растлителя детей. Ну вот. В общем, этот крупный политик сказал мне, что мы не собрались в это, потому что это бессмысленно, не потому что это хорошо, он понимал, на чего это делать, лучше меня. Я ничего тогда не знала о технологиях сокращения населения, а он уже знал, он был просвещен. И он просто хотел мне сказать, что не нужно напрасных усилий, если за этим стоит Всемирный Банк, Международный Валютный Бонк и Личный Чубайс. Кроме того, тогда очень трудно было этому противостоять, просто потому что мои коллеги психологи, в том числе и православные психологи были за сексуальное просвещение. И скажу, что даже некоторые священники, выступая с высоких трибун, например, в Государственной Думе, говорили, что мы наконец должны стать цивилизованными людьми, что это же можно сделать цивилизованно, как на Западе. И вообще сколько можно быть валентами? Дети должны знать радость секса. Так под Бухгалиной. Поэтому не было сторонников почти. Вот отец Дмитрий Смирнов, отец Максим Окуков, его клирик, который взглазал недавно организованный в то время центр жизни, они нам сказали, что такое международная организация планирования семьи, откуда все это идет. Но слава Богу, что я не поверила тогда этому знакомому политику. И вы никогда не везете людям, которые говорят, что бесполезно, что плетью окухо не перешивешь. Еще как перешивешь с Божьей помощью. Нет сейчас этого урока? Нет. Другое дело, что детей расцвивают разные путями. Но все-таки школьного урока такого нет. А если бы я тогда поверила этому авторитетнейшему человеку, который знал все в отличие от меня про Всемирный Батт, Можемонародный Фонд и Чубайси. Но это бы было. Это неправда, что один-два человека не могут ничего. Ерунда это все. Просто надо ощущать, что так жить невозможно, что невозможно с этим жить. с этим нельзя милить это преступно. Потому что расплеение детей через просвещение это преступление. Я хочу, чтобы вы правильно понимали, правильно квалифицировали то, что происходит сегодня. Да, пускай они в школе, слава Богу, они в школе, но есть масса других ходов. Теперь интернет есть, а ни один родитель не имеет права вообще-то запереть интернет, когда ребенок зарастает до определенного возраста и у него урок информатики. Он должен готовиться к уроку информатики. А он даже хотел остаться в чистоте этот ребенок. Он не может, потому что он болеет из-за нужной информации и увидит все остальное. Всю эту мерзость, всю эту жуткую вонючую грязь, которую битком найдет интернет. Как можно от него скрыть это? Вот еще хочу сказать очень позло обвинять родителей. И вас призываю поменьше говорить о том, что во всем виноваты родители и все сделают родители. Вы льете воду таким образом, невольно, конечно, на мигницу гимнальной юстиции, о которой батюшка упомянул только что. Они тоже считают, что родители это преступники. Уже потому, что они стали родителями, потому, что они увеличили население планеты как минимум на одного человека. А если они увеличили нацеление планеты больше, чем на одного человека, это не просто преступники, а рецидивисты. так относятся к традициям, потому, что ревенальная юстиция это тоже очень эффективная мера по сокращению населения, потому, что люди, вот я побывала в Западной Европе, и не один раз командировал, люди просто боятся завозить детей, потому, что невозможно жить просто под этим домом плавом мечом. Кто бы ни был, богач, педняк, какая бы профессия тебя не была, в любой момент тебе могут ворваться с непрошенные гости и сделать что угодно с тобой и с твоими детьми, а если ты еще пытаешься оказать сопротивление, будет хуже, тем более отнимут ребенка, да еще тебя посадят в тюрьму. Вот немножко больше года назад, полтора года назад я была, это был 1 июня, тень защиты ребенка во франк в Тиномайне, где было шествие и с последующим митингом съехавшись туда со всей Германии женщин, у которых ее на инвестиции отняла детей. Да, со мной стоял синхронный переводчик, но это было не нужно. Содержание я и так себе представляла, я понимаю, за что эти фашисты, эти бандиты, фашисты отнимают детей. Я не нуждалась в том, чтобы каждый как в бедный случай мне перевели с немецкого языка, но вы бы слышали, как они даже не кричали, был не крик, это был животный рев, невозможно было слышать это, даже не понимая, невозможно было видеть эти искаженные горем лица, и я понимала, что эти женщины заговорили вслух, устроили это шествие, этот митинг, только потому, что им уже нечего терять, потому что не ходят и дети, а другие молчат, а другие боятся, это у нас такая огоньница, так что когда наша интеллигенция говорит, что у нас нет свободы слова, и что у нас вообще все ужасно, как говорил мой брат, живущий в Америке уже 20 лет, когда звонят мне по телефону тут у вас права в это гвня, ну это им видно, там впаривают голову сейчас такие гриши, да, Иванова водит бандит и фашист, я хочу сказать, что для человека с помраченным умом, как к сожалению мой брат, вероятно в Америке нельзя жить на других условиях, если ты не повторяешь эти мерзкие мантры, но когда наши люди говорят, что у нас нет свободы слова и вообще тюрьма, знаете, это опасно, потому что это плохо кончается, такая неблагодарность, это очень похоже на какой-то синдром старухи из сказки о русских и рыбке, она ведь тоже плохо кончилась, нельзя сейчас на это жаловаться, это большой грех, особенно когда побываешь в Западной Европе, там все вам свободно расскажут о том, где купить хороший сыр, а где вкусные сосиски, и куда пойти развлечься, это пожалуйста полная свобода, и какие виды сверху предпочтительны вам расскажут с каким-то поразительным бесстыльством, и как работает желудок, правильно и неправильно, тоже расскажут, тоже с патологическим бесстыльством, но попробуйте заговорить на серьезную тему с коренным иностранцем из Западной Европы, вы увидите, что он прячет глаза, что он быстро переводит разговор на другую тему, что он не хочет с вами говорить о серьезном, потому что он боится, так что в этом смысле нам грех жаловаться, мы очень свободно сейчас разговариваем. Ну а сказать хотела я вам вот о чем, вот еще раз хочу повторить, что растение детей, интеллектуальное растение, я физическом не говорю, потому что это и так понятно, тяжелейшее преступление, но интеллектуальное растение детей, это тоже тяжелейшее преступление, и вы, как православные люди, да просто как нормальные люди, должны к этому относиться правильно, как к преступлению, а преступник должен быть наказан, а преступление надо стараться предотвратить. Особенно если направлены на детей. Бред, который это растение уже принесло, невозможно исчислить, потому что цыплят считают по осени, но уже сейчас видно, еще осень не наступила, еще многие эти распленные дети не вступили не только в пожилой, но в зрелый возраст. Мы не знаем, какие мутации идут дальше, но уже сейчас я непрерывно работаю с детьми с трудным поведением и с искривлением на характер могу вам сказать, что множество этих искривлений на характер и поведение не было в фламине, если бы детей не раскривали. Это искусственная инвалидизация психики, она происходит постоянно, это не какие-то разовые акции. Дети живут в этом грязном бульоне, вонючем бульоне разврата. Разврата как норма. Разврат всегда был, всегда будет, к сожалению. И развратники всегда были, есть и будут. Вопрос только в том, считает ли государство это нормой или вообще чем-то допустимым. Или разврат и развратники существуют на фоне утверждения добродителей как нормы. Вот это самое главное. понимаете, разврат должен быть подпольным. Либералы или страдают каким-то вторичным слабоумием, я бы сказала, именно вторичным, потому что многие из них закончили один или два или даже три пуза, так что их трудно заподозрить в природном слабоумии, но вторичное слабоумие сплошь и рядом. они говорят, ну пусть лучше все будет откровенно, зачем же по углам упрятаться, пусть все знают, понимаете, даже кажется благородным вот этот идиотизм, нет, я вам хочу сказать, что разврат, развратники, садомитные в частности, должны сидеть в крысиных углах, они должны прятаться, вот это нормально, когда порог знает, что он постыден, когда порог знает, что большинство людей осуждают порог и тех, кто порочен, порог, вот это такое нечаянное созвучие, я сейчас употреблю, нечаянное, случайное, нельзя пускать на порог, понимаете, потому что он как лисичка в сказке о глубиной ледяной избушке, быстро займет горницу, а потом вытеснит зайца, добродетель, потому что порог не выносит даже запаха добродетеля, в глубине души развратник же знает, что он развратник, и садомит знает, что он садомит, и что это не норма, сколько бы он ни кричал о том, что он такой же как все и даже лучше всем. Совесть все равно есть, но она спит, она под наркотиком находится, но иногда же она просыпается, но иногда она что-то человеку все равно шепчет, поэтому набродителя не должно быть, вот, как чувствует развратник, как чувствует раскрититель, ему ничто не должно напоминать о норме, ему ничто не должно напоминать о чистоте, добродетели, о божественном в душе человека, ему ничто не должно напоминать, поэтому он хочет это истребить, или те, кто более или менее добродетелен, обязательно втянуть в этот сатанинский круг своего порога, своей порочной жизни, поэтому он хочет сказать, что если вы еще не гомосексуалисты, они не называются гомосексуалистами, а только геями или голубыми, вы просто латентны, вы просто об этом не знаете, поэтому по европейской социальной карте ребенок от 9 до 12 лет уже должен определить свою сексуальную ориентацию, а ребенок, честно говоря, вообще не должен знать, что такое сексуальная ориентация, он не должен слышать этих слов, он не должен их читать, а ему уже анкету такую дарит, в Западной Европе расстреление детей под видом просвещения, в том числе и школьного, оно таково, что от него никуда нельзя деться, оно не только школьное, оно и детсадовское, вот я сегодня говорила в другой аудитории, но и вам скажу, что когда я была в Германии, ну вот я была сначала в Афракурсе на Майне, а потом в Афракурсе читала лекции, то есть это был июнь месяц 13-го года, ко мне подошла женщина, после того, как задали массу вопросов, честно говоря, ни в Германии, ни в Афракции, ни в Италии уже, ну не стоит читать лекции о правильном воспитании детей, это бесстатно, потому что они не имеют на это права, за это и отнимают детей, это и называют насилием, не натуральное насилие, а нормальное воспитание называется насилием, любое проявление нормального воспитания от насилия. И вот ко мне подошла женщина, которая, видно, не хотела при всех это говорить, она подошла и тихонько сказала, а мне что делать, я мать-одиночка, я своего маленького сына, двухлетнего, вынуждена было отдать детский сад, потому что я не могла больше сидеть дома. Мальчик еще говорил отдельные слуги, у него не было полноценной речи, но в детском садике ему уже рассказали, как пользоваться презервативом, два года, и что делают его папа и мама по ночам, ему тоже рассказали, что мне теперь делать, и вот что на это ответить, и что ответить миллионам этих запутных родителей, когда они спрашивают, куда они с этими спрятаться, что я могу сказать, если бы наша страна наконец встала, я уж не говорю на рельсах христианской жизни, это слишком было бы прекрасно, а просто на рельсах человеческой нормы, на путь человеческой нормы, я бы могла сказать, приезжайте к нам, у нас спасительный ковчег, и вы, и ваш ребенок укроются от этой нерзости, а сейчас я это сказать не могу, я только надеюсь на то, что это может быть произойдет, конечно, с Божьей помощью, и при нашем очень активном, энергичном даже участии, которое заключается в противодействии злу, такому страшному, и в том, чтобы этому противопоставить нормам, я надеюсь, что тогда мы очень поправим свою демографию, не час, потом, попозже, я же говорю, я сказала, был в 2013 году, недавно, я очень надеюсь на то, что мы поправим демографию, не столько за счет того, что у нас сразу будут рожать столько, сколько Господь дает, сколько за счет того, что более или менее нормальные люди, у которых еще такое естественное человечество и благочестие как-то сохраняется в той или иной степени, и которые не хотят, чтобы их детей два года расслевали в детском саду, они приедут к нам со своими детьми, вот увидите, если мы доживем до более или менее относительно нормальной жизни, уж больше не просишь сейчас, вы увидите, сколько людей из Западной Европы приедет к нам, я думаю, что из Штатов тоже приедут, но в Штатах я не была, я не могу себя заставить поехать к брату в гости, наверное, это некрасиво, это неродственно, тем более, что он каждый раз говорит, что она платит это путешествие полностью, я не могу себя заставить все это видеть, но особенно сейчас, когда уже все маски сняты, когда Америка фактически на территорию Украины и пролитие крови на Украине, бою и с Россией, и не сегодня, завтра может уже откровенно войти на нашу территорию, я не могу туда ехать, у меня не достает христианских чувств, чтобы так любить врагов, это надо быть иландо-Афонским, и в Западную Европу ездить очень тяжело, я не знаю, кто получает сейчас от этого удовольствия, но, наверное, люди, для которых очень важны такие вот экскурсионные впечатления, вся эта европейская кукольная красота и чистота улиц, я помню, что когда я узнал от бывших наших соотечественников, что делается в Дании, что делается в Швеции, вот когда меня привезли, ну, даже в командировках бывают какие-то моменты, когда тебе показывают что-то интересное и красивое, когда меня привезли в город отрасль, где родился и вырос Андерсон. Вот я хорошо помню, как женщина, которая меня водила по городу, а я уже знала, что творится в Дании, в Швеции, мне уже рассказали бывшие наши соотечественники, да и священники русские, которые там служат от нашей церкви. Вот экскурсион показывает мне какую-то маленькую средневековую улицу, очень трогательную, и говорит, а вот здесь по преданию жили Кай и Герда. Видите, два балкона друг против друга, и можно, вставь на один балкон и протянув руку, достать до руки человека, который стоит на противоположном балконе. А я вот хожу и думаю, что это все оболочки, а в этих оболочках уже не Кай и Герда, тут задамиты живут, понимаете? И так тошно становится, и так хочется домой от всей этой кукольной красоты. Это уже не мир Андерсона. Мир Андерсона, впрочем, тоже очень сложный, там тоже есть злодеи. Но все-таки не так все пропитано злодейством было во второй половине 19-го века, как сейчас. Сейчас, ну вот я вам приведу пример в Стокгольме. Батюшка наш, в нашей церкви встречает у поезда, везет на машине к себе. Что значит к себе? Сначала ты видишь огромный собор в прошлом патолический, сейчас уже католиков почти нет, скандинавии там протестанты, а вообще-то там и протестантов мало, там никто, там люди, которым все это совсем чуждо. Такие грамотные потребители и грамотные пользователи интернета там живут. И вот видишь огромный старинный собор, очень большую территорию вокруг него, и думаешь, это, наверное, наш эксперт здесь, в этом бывшем католическом соборе, вот здорово, теперь это наша церковь, и спрашиваешь батюшку отца Владимира, когда служил там отец Владимир, три года назад это наш церковь, он говорит, да нет, что, наш вот в этом маленьком царале, и ты видишь какую-то почти что собачью будку, и спрашиваешь, а как люди тут помещаются, он говорит, каким-то чудом. Потом батюшка смотрит в небо и говорит, морщи носом, эх, погода будет хорошая, солнечная. Я думаю, так это же прекрасно, тут так часто и тут дожди, а что, вы думаете, что завтра люди не придут на воскресную литургию, а поедут на пляж? он говорит, да нет, люди придут на литургию, но когда они выйдут из этого маленького кукольного домика, вот тут прямо у выхода будут лежать полуголые тетки и загорать, потому что здесь с одной стороны центр города, а с другой стороны чистая трава, и они с голым бюстом будут тут валяться. Ну, меня это уже не удивило, потому что до этого я две недели провела в Дании. Я могла бы ужаснуться, сказать, не может быть, что вы говорите, но я не ужаснулась, я знала уже, что тут так принято и много чего другого принято. Я решила конструктивно отнестись к тому, что он сказал, осмотрела эту огромную территорию, очень большой сквер в церковной ограде и говорю, батюшка, ничего страшного, скажите, чтобы они лежали на соседней полянке, тут так много места. Батюшка, наверное, и сам уже об этом подумал. Он мне сказал, на соседней полянке нельзя, потому что именно по воскресеньям сейчас модно здесь развеивать прав покойников. И тут, несмотря на то, что я уже в Бенетеле провела продвинутые Дании, у меня отрезала челюсть. Я говорю, как прав покойников? Он говорит, ну вот так, это же дешево, не надо даже на крематорий и на ужин тратиться. Сейчас так модно здесь, поэтому в среднем три месяца, ой, в среднем три недели очередь в морге на то, чтобы забрать покойника. И именно по воскресеньям это делают, поэтому там лежать нельзя, там нельзя загорать. И вот я помню, как я после этого состояния оцепенения, состояние ужаса пошла по тропинке. Я очень боялась наступить на пепел. Никаких признаков не было, это была суббота. А потом вдруг на этой соседней полянке я увидела маленький такой полувярший букетик васильков. Это кто-то вот так решил почтить память дорогого покойника, развеянного здесь. И так застенчиво спрятал этот букетик был в траву, потому что там нельзя портить настроение людям напоминанием о смерти. Вот. А потом я с этим батюшкой пошла по улице. Там очень интересные улицы в Стокгольме, они двухуровневые. То есть мостовая пониже и мостовая повыше. Красиво. Ну и поскольку был солнечный день, я обратила внимание на то, что окна не зашторены. И спросила, а как же это так? Почему люди не зашторивают окна? Ведь солнце прямо в глазах тем, кто вот на этой стороне живет. Он говорит, что вы, тут никогда не зашторивают окна? если ты зашториваешь окна, у тебя что-то не в порядке. Тебе может прийти налоговая полиция или виновная юстиция или еще кто-то. Поэтому люди живут как в аквариуме. Это, кстати, о западной свободе, о цивилизованной жизни. Как можно назвать вообще культурной, не цивилизованной, это слово не очень правильно, а культурной жизни, жизнь, когда ты вот все должен делать при незакрытом окне, при незакрытом окне. Это действительно жизнь в аквариуме. Ты прозрачен. Ну, в Дании, конечно, тоже много с чем я столкнулась, но вот если закончить про Швецию, я говорю, батюш, ну неужели нельзя собрать деньги? Тут столько пустующих храмов. Неужели нельзя что-нибудь поприличнее найти? Да, интересно, что прямо точно напротив входа в эту церковную ограбу маленькое кафе в подвале. Оно называется Садов. Вот прямо напротив. Я думаю, что не обязательно было так называть кафе, которое около церкви прямо находится, в двух шагах. Ну, наверное, это тоже какая-то демонстрация. И вот я говорю, отец Владимир, ну так же нельзя, ну нельзя служить в этом сарайчике, да еще если тут полуголые тетки лежат в солнечные дни, он говорит, да понимаете, какое дело, у меня есть такие прихожане, ну, культурно-ортодоксальные, я бы, честно говоря, давно уже получил такой устойчивый храм, и деньги мы уже давно собрали, но у меня такие есть, как он сказал, ура, ура, православные. Я ничего не могу с ними сделать, я говорю, а что такое? Он говорит, ну понимаете, епископ ставит подпись, ну вот так полагается, если ты покупаешь пустующий, даже никому не нужный храм, епископ должен подписать бумагу, а тут епископ, во-первых, женщина, во-вторых, лесбиянка, ну не разрешают мне некоторые наши прихожане к ней эти, я давно уже перекрестился, да пошел, какое мне дело до нее подписал, бумагу и вышел и забыл, а вот некоторые наши не дают, так что деньги есть, а вот видите, такая ситуация, ну, кстати, в датской церкви точно так же, все как под копирку, епископ женщина и лесбиянка, это показывают по телевизору, об этом говорят, причем говорят как о огромном достоинстве двух скандинавских стран, Швеции и Дании, в которых это эксклюзив Швеции и Дании, мало того, что женщина и епископ, так и все и лесбиянка, то есть свое двойное достоинство, так что знаете, это жизнь после жизни, когда я побывала в Скандинавии, в странах Западной Европы, я поняла, что ад, это не обязательно что-то страшное физическое, я побывала в комфортном аду, он очень комфортный, ни в Швеции, ни в Дании, практически нет дверей, которые вы должны открыть рукой, даже если это такая старинная, тяжелая дверь, она открывается сама, когда вы подходите, и вообще там очень ниво, красиво, много старины, Андерсон, все такое, Астрид Линдрен, чудесный ее музей в Стокгольме, просто замечательный, очень трогательный, со всякими кукольными сценками из ее книг, ну невозможно жить, это у души, понимаете, это просто запах серы, как преисподний, ты его чувствуешь, поэтому как-то мне трудно понять людей, которые рассказывают, какая там чудесная жизнь, может они действительно совсем не знают, но сегодня уже совсем не знать невозможно, уже об этом кажется говорить телевизор, я хоть не смотрю телевизор, но мне иногда присылают ссылки из интернета на какую-то полезную для нашей борьбы за нормальную жизнь телепередачу, я вижу, что теперь телевидение после того, как запад в лице своих властей показал нам лицо, которое так звукаво называется, лицо наших партнеров, когда это было показано уже так откровенно, вот вдруг стали у нас говорить правду, которую нормальные люди давно знали, но теперь все должны все-таки знать, что западные страны это не только и не столько красивые средневековые домики и чудесные парки, где лани и газели беспрепятственно бродят без всяких вольеров, это все замечательно, но не из этого состоит жизнь, это только приятные завески к жизни. У меня вообще давно появилась мечта, наверное, неизбыточная, о железном занавесе. Я каждый раз думаю, почему надо так стесняться от этого. Если эпидемия какого-то инфекционного заболевания, никто же не стесняется говорить о карантине, а первое правило карантина это изоляция. Не надо только говорить, что дело не в них, а дело в нас самих, дело и в том, и в другом. Это как революция все равно. Вот когда говорят, что революцию сделал какой-то там загадочный для меня парвус и большевики, и масоны они были только спичками. Вы понимаете, что должно быть много сухого сена. Но спички тоже играют роль для того, чтобы разжечь пожар. Сено тут, конечно, к сожалению, сухое было перед перестройкой. Сейчас его, к счастью, все меньше и меньше, несмотря на то, что, казалось бы, уже много обглупленных людей, но все-таки какое-то глубинное внутреннее здоровье тут пока в людях еще есть. Поэтому многие, даже те, которые были раньше в восторге от этих чистых туалетов на вокзалах Европы, они как-то приходят в разум. Вот только московские интеллигенты и избиралы никак в разум не придут, и кажется, что это полная безнадёга. Вот кажется, что это вторичное слабоумие уже одолело их. Так же, как, когда бываешь в Западной Европе, понимаешь, что только чудо Божье может спастись людей. Их очень жалко. Но своих детей тоже жалко, и даже жаль, чем в прежнем дело. Нет, их жалко очень, конечно, потому что ему уже некуда деваться. Вот когда была огромная демонстрация в Париже, там было почти 2 миллиона вышедших на демонстрацию, но для Франции это невероятная цифра. Там могли бы выйти на такую большую демонстрацию, огромную, многочисленную, только если бы на 5 копеек повысили плату за газ или за свет. А вот что бы по нравственным причинам, это что-то необычное. Вот, с другой стороны, казалось бы, верховная власть должна была бы напугаться такой многочисленной демонстрации, такого многочисленного протеста, это же опасно, это то, что на языке власти называется тем единственным словом, которое власть пугает, дестабилизация. Я вам, кстати, советую это слово выучить наизусть, потому что, когда говоришь чиновникам о растении детей, о разрушении семей, о разрушении образования, о прививках, которые делают одним детей аутистами, а других паралитиками, но и внимание, как только говоришь, что тот или иной закон может вызвать дестабилизацию политическую, тот сразу человек оживляется, у него в глазах появляется что-то отдаленно напоминающее смысл, во всяком случае какую-то концентрацию внимания. Так вот, понимаете, там уже поздно, там уже пройдено то, что называется сегодня точкой невозврата. Уже ноль внимания обращают на такую грандиозную демонстрацию против усыновления детей извращенцами. Прямо как песни Высоцкого, если я чего решил, то выпьем обязательно. А у нас страна больная, конечно, она живая, понимаете, вот у нас, когда я сравниваю с тем, что я видела, там у нас еще не поздно. У нас все-таки даже большинство степрай наберется, в отличие от садов, где я набралось 10, наберется. И вообще много нормальных людей еще, которым не хочется жить в такой атмосфере, какую нам предлагают как истинно цивилизованную жизнь. Ну и вот я обещала сказать о Соломудрии как о факторе национальной безопасности. Я скажу вам коротко, я вообще немножко обречена тем, что сегодня, когда уже начался праздник Николы Зимнего, нельзя пойти в храм. Вас поздравляю с началом этого праздника. У меня есть слабая надежда, что я еще успею, хотя бы не промазанный, вдруг успею. Я вам все-таки скажу на основную тему. Это потрясающая гениальная книга нашего гениального соотечественника, который покинул Россию после революции и думаю, что я не знаю точно его биографию, но думаю, что как многие эмигранты вынуждены из Европы переселиться в Америку, когда пришел к учебу. Он написал в 1956 году, вернее, написал он раньше, потому что тогда, в то время, проходило гораздо больше времени между написанием и напечатанием. он уже издал в 1956 году в Америке на английском языке, потому что он писал для американцев книгу «Американская сексуальная революция». То, что он написал там о вреде вот этой насильственной, директивной, государственного уровня сексуализации народа, то, что он написал о вреде всего этого для отдельного человека, для его психики, для его нравственности, для его дальнейшей судьбы. Это не очень сейчас уже актуально, потому что мы, во всяком случае, люди православные это и так знают, что это вредоносно. Но он написал очень интересные вещи, о которых мы не задумывались сами. А он, видите, задумался за 60 лет до сегодняшнего дня. И интересно, что за 12 лет началась сексуальная революция на Западе. И она началась там вовсе не в Америке, а в Франции. В университете Сорбонна. По-моему, она началась с того, что студентов подвили какие-то дяди, которые занимались специально. всей этой истории, как поднять молодежь на сексуальный Майдан. По-моему, если я не ошибаюсь, молодежь там бунтовала против того, что не на каждом этаже обсужитие автомат с резиновыми изделиями, а только через один этаж. Кажется, это возмутило. пол-68 год. До Америки это дошло нескоро. Америка была тогда гораздо более пуритарской, чем Европа. Там тоже стремительный обвал произошел. Вообще, вот вы видите, что сейчас все происходит очень стремительно, и уже классическое течение истории окончено. Вот когда все так постепенно, постепенно меняется, этой постепенности больше нет. Раз, и ты просыпаешься в другой жизни, в другой реальности. Вот, так что с классической историей покончено. И правда, кстати, интересно, забыла вам сказать, мы так радовались, когда молодцы архавельцы приняли местный закон о запрете пропаганды педерастии в детской среде. У меня, правда, загадка, почему во взрослой среде можно это пропагандировать. Ну, тогда дезентерии надо пропагандировать, еще что-нибудь такое. Взрослые родители, как правило, родители, педагоги, детские врачи, значит, все равно индукция существует. Если их раскрывать, они хотят или не хотят будет нужного действия для детей. врачи, ну, вот, значит, мы радовались этому очень, но еще больше радовались, когда в Питере, в Рязани, мы поняли, что уже дело пошло, и потом на государственном уровне мы просто рыдали счастье. Понимаете, вот, до чего мы дошли, если у нас это уже вызывает слезы восторга и умиление. Вот такая чепуха по существу. Это же чепуха, капля в море, но все равно счастье. Так вот, мой восторг, я помню, очень остудил один мой знакомый священник, который рассказал, что 30 лет назад то же самое закон и Ивангелие. И вот, что там творится сейчас. Такой Петерин Сорокин, проанализировав огромное количество, огромное, несусветное огромное количество исторической литературы, психиатрической литературы, литературы по существоведению, он сделал вывод, что вот это, как он выражался, одержимость секса, которую навязывало к тому или другому государству сверху, разрушительно для всей государственной и общественной жизни. Например, он показал, что не может быть стабильной экономики в стране, где разврат насаждается как новая норма. в 50-е годы, какой был гений. Не может быть хорошей армии, хорошо воющей армии, если в армии не проповедуется добродетель как норма. и это как раз очень понятно. Какая может быть стабильная экономика там, где у людей так расторможены низы. возбаломученные люди, экономики не может быть нормальной. Но то, что армия не может быть нормальной, это еще более понятно. А как может давать здоровье и жизнь за государство, это абстракция, за народ, это абстракция. Мужчина, который ради своего ниже поясного удовольствия может бросить семью, то есть близкую ему женщину, еще вчера очень близкую и родных своих детей. С какой стати он будет рисковать здоровьем и жизнью ради чужих? Конечно, нет. Он сидит на игре удовольствия. Это же форма наркомании. Так же, как мы все сидим на игре комфорта. И поэтому с ужасом думаем о том, что же с нами будет, когда ведут санкции уже окончательно. Вместо того, чтобы радоваться, что мы от них отвязались наконец, и что наконец поля будут вспаханы, может быть. Так, в Москву они заросли уже не сорняками, а деревьями, лесом заросли поля. Вот так давно там не было пшеницы и овса. господь вынудит, слава богу, казалось бы. Но это и благом порта, это хуже всякой наркомании. Как без этого жить? А если, не дай бог, электричество будут подавать порции, а если совсем его подавать не будут? А если мёрзнуть придётся, потому что не будет атакить, вообще жизнь хочется? Мне кажется, что самое опасное это игла комфорта. И нас на неё посадили. И даже самых неимущих людей всё равно посадили на эту иглу. Так вот, Катерин Сорокин показал, что не может быть нормальной культуры в стране, где происходит такая директивная сексуализация нормального искусства, что вы сами видите. И ещё очень актуально для нас то, что он показал в этой небольшой, но очень лёгкой книжке, что на нашем сегодняшнем языке говоря, Майданы и сексуальная распущность, это, как он написал, демоны-близнецы, но он называл это анархией, что предрасположенность к анархии и сексуализированное общество, это одно и то же, буквально. Вот он написал, демоны-близнецы, что одно и другое неразрывно связано. Я, между прочим, это видела, когда был первый Майдан на Украине, и я была в гостях своей ближайшей подруге в Киеве, 2004 год был, туда свезли полуголодную провинциальную молодёжь, на этот Майдан, на Крещатике. Целыми днями рок-музыка, пела и девочки, там стояли палатки. Вот только что он с девочкой танцевал под эту рок-музыку, а потом он прямо среди белого дня тут парень удаляется в палатку с ней, а потом он опять кричит, выкрикивает эти Майданные лозунги. Пожилые люди, если у них не было оранжевой ленточки, петлица, они боялись проходить мимо, потому что вот эти оголделые ребятки одержимые и сексовой анархии могли их избить до полусмерти. Там страшно было ходить. Ну, а что было? Через 10 лет, наверное, увидели телевизор. У меня это очень душа балит, столько друзей там на Украине. И вы знаете, у меня все рассказывают о том, как сошли с ума на Украине. Ну, все мои знакомые рассказывают, что их родственники, их друзья что-то немыслимое выкрикивают по телефону, когда туда звонишь. Вот мои друзья ничего такого не выкрикивают. Они только дают мне понять, что говорить откровенно по телефону они больше не могут. Телефоны прослушиваются, у них все в порядке с головой. Они просто боятся. И в Одессе, и в Киеве, и в Донецке, и в Николаеве, и в Днепропетровске. У меня везде есть друзья, но это православные люди, вероятно, все-таки регулярно пока это можно участвовать в Таинском, поэтому я не вижу, чтобы у них какое-то было помрачение, рассудка. Но рассказывают ужасные вещи. Даже мой товарищ, который давно уже живет в Питере, родом из Киева, говорит, что его проклинает собственная мать, когда он в Киеве звонит. И говорит, не звони, проклятый, Москва, на своему сыну, чистокровному какому, который просто женился в Питере и имеет пятерых детей. Но он все равно преступник теперь. Не знаю. С моими друзьями совершенно ничего такого не происходит, но они очень страдают. Я каждый день молюсь о них. как о людях в тяжких обстояниях. Потому что я понимаю, как это ужасно. А один мой товарищ, вырвавшийся оттуда при переезде в Минск, не в Минск, а в Витебск, он с семьей с ростом купил домик, продал квартиру в Киеве и по благословению своего духовника из Покровского монастыря уехал в Витебск. Вот он перед этим приехал в Москву, он тоже психолог, мой коллега и мой старый товарищ, он говорит, понимаешь, никто нас не убивает, но мы живем в Аду. Вот моя жена приходит на работу и слышит всю эту мерзость про фашистскую от своих сослуживцев, с которыми она вчера еще дружила, на какие-то мероприятия воскресные ездили, которые теперь называются корпоративы. Говорит, просто невозможно в этой среде находиться. Вот. Хочу закончить свой недолгий рассказ, хотя можно много было неудачно рассказов, но на Николу не хочется столько мрачного. Хочу закончить тем, что мы должны требовать, чтобы в нашей стране была чистая среда. Да, там будут, конечно, сколько бы мы не требовали, сколько бы мы не добивались, и даже если мы добьемся многого, все равно будет разврат и развратник, как я сказала, потому что человек в своей природе греховен. Но очень важно, что этот разврат будет на фоне общественного презрения. Срамить надо развратника. А не говорить, что нам все равно, что они делают у себя дома, пусть они только на улицу не выходят в балетных пачках эти пидоры. Воздух отравлен этим, понимаете, безнаказанностью извращенцев, безнаказанностью развратников и очень лояльным отношением к ним, даже верующих людей. Вот встречаешь какую-нибудь знакомую, у которой взрослый сын, и спрашиваешь, ну как парень твой, она говорит, ты знаешь, слава Богу, у него девушки живут. Я говорю, они венчались, да нет, конечно, ну что, зачем сразу венчаться, она просто у нас живет, у них пробный брат, пусть испытает друг друга. Понимаете, вот как все двинулось уже. Она рада, что ее сын блудит под крышей отчего дома. она рано это объясняет тут же, она говорит, зато он не таскается по разным компаниям. Уже полгода она у него постоянно. это бог знает что. Поэтому нам хотя бы надо помнить, где черное, где белое, где целомудрие, где разврат. И сделать все для того, чтобы девочки, которые хранят целомудрие, перестали этого стесняться. Вы понимаете, что это уже жизнь наоборот? Это наоборот на реальность. Когда даже те девочки старшеклассницы, которые хранят чистоту, врут своим одноклассникам и одноклассницам, что они ее давно-давно потеряли. Потому что стыдно быть целомудренной. Это уже жизнь наоборот. Вообще-то еще недавно стыдно было старшекласснице вести себя. Я уж не говорю разбратно. Просто как-то распущено. Мальчику позволяет больше, чем надо. Такую девочку все презирали, в том числе и те мальчики, которые ее лопали. Все презирали, а уж девочки тем более. Поэтому не надо себя утешать тем, что это все было когда-то, в каменном веке. Это не в каменном веке, это было недавно. Вообще я советую вам почаще напоминать себе, что многое, что мы утешая себя, снимая с себя ответственность, считаем злом, которое существует от века, на самом деле зло, которое появилось совсем недавно при нашем преступном попустительстве, при нашем посты равнодушии. Остыть надо в себе все-таки пробуждать, особенно нам, православным людям. Спасибо за внимание.